Привет, зритель! Ставим лайки и поехали! Окруженный скалистыми холмами и покрытый металлическими лачугами, остров Мегинга поднимается из вод озера Виктория как железная черепаха. Плотно заселенный остров почти в два раза меньше небольшого футбольного поля, а кроме нескольких баров, борделей и крошечного порта, там практически ничего нет. Тем не менее, больше 10 лет Мегинга был объектом ожесточенного конфликта между Угангой и Кенией, которые не смогли решить, кому он на самом деле принадлежит. По словам некоторых, это стало самой маленькой войной в Африке за остров. В то время, как рыбаки вокруг озера Виктория жаловались, что их уловы медленно уменьшаются на протяжении многих лет, глубокие воды, окружающие Мегинга, изобилуют рыбой. К 2009 году население острова увеличилось до 500 человек. 22-летний Исаак Бухинза из Уганды учился ловить рыбу у своего отца и никогда не ходил в школу. Молодой парень сказал, что его тянет к Мегинга, потому что его друзья, которые ездили туда, возвращались домой с офигенным уловом. «Я не знаю, какой стране принадлежит остров, я просто остаюсь здесь», – сказал Исаак. Все завертелось в начале 2000-х годов, когда остров был едва заселен и являлся частью Кении на всех картах. Он начал привлекать внимание угандийских властей, которые отправили чиновников на Мегинга, чтобы брать налоги с рыбаков в обмен на защиту от пиратов. Кенийские рыбаки в ответ начали жаловаться на то, что угандийцы их разгоняли. Они обратились к правительству Кении, которое решило защитить Мегинга и его жителей. В результате это привело к противостоянию двух стран. Кения и Уганда затем решили создать совместную комиссию, чтобы определить, где находится водная граница, опираясь на карты 1920-х годов. Но ничего не вышло, из-за отсутствия каких-либо решений обе страны до сих пор считают остров своим. Местные жители потрошат рыбу на скалах острова, жарят ее в местном кафе или сушат ее на проводах между ржавыми металлическими лачугами. Полицейский из Кении, который пожелал остаться неназванным, сказал, что последний бунт произошел в середине сентября, когда кенийцы попытались поднять свой флаг на острове, на котором долгое время развивался только флаг Уганды. Полицейский признает, что напряженность все еще есть, но заверил, что проблема быстро решилась. Столкнувшись с растущими жалобами со стороны своих избирателей, местные кенийские политики призвали Найроби попросить международный суд вмешаться и принять решение, но безрезультатно. Я не знаю, кому принадлежит этот остров, сказал кенийский рыбак. Это дело политики, а мы просто хотим продать нашу рыбу. А что вы думаете о позиции людей и власти? А на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроум на страничке в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.